Музыка Мне кажется, что, конечно же, всегда нужно начинать с идеологии. Идеология, она сформирована стратегией экономического развития, которая была разработана агентством стратегического развития в летний период этого года. И сейчас важно фактически осуществить некую такую пространственную проекцию всех вот этих идеологических предложений на территорию. Ответить не только на вопрос, как и что, но и где, и в каком виде. Поэтому сейчас задача концепции фактически генерального плана создать такую карту более четкую, более сбалансированную с жилыми зонами, с промышленными зонами, с историко-культурным наследием, с рекреационными пространствами. Где показать все новые проекты, зоны реконструкции, какие-то инфраструктурные проекты, как непосредственно вложить наиболее эффективные инвестиции в туристический кластер. Для того, чтобы они имели эффект не только такой визуальный, но и социально-бюджетный для города и для горожан. И на основе концепции уже можно будет рассчитывать на разработку генерального плана, который будет эффективен. Да, который будет действительно полезен. Потому что и сам генеральный план по себе это достаточно формальный и технический документ. И очень важно в него имплантировать такую определенную жизнь, определенную экономическую логику, чтобы генеральный план стал работать на благо стратегии и быть фактически инструментом ее реализации. И без этого моста, без концепции сделать это будет практически невозможно. Поэтому и пошли по пути, что сначала стратегия, потом ее пространственная проекция в виде концепции генерального плана. И на основе концепции делается техническое задание уже на техническую разработку непосредственно генерального плана города. В основу ляжет концепция разработанная Агентством стратегического развития Силософии. Да, эту концепцию поддержали все, так сказать, и представители власти, и были беспрецедентные социологические исследования проведены. Как я понимаю, у горожан есть определенный консенсус, но у горожан при этом и есть запрос на ее реальную реализацию. Поэтому без того, чтобы ответить на вопрос, конкретно сколько кубометров воды нужно в какую-то конкретную точку привести для того, чтобы реализовать этот проект, рассчитывать на то, что вот эти идеи будут воплощены в жизнь, не приходится. Поэтому этим мы и будем заниматься с коллегами. Впервые, и это уникальная ситуация для России, концепция будет разрабатываться в форме такого конкурса-соревнования. То есть были выбраны три известных и зарекомендовавших себя в стране градостроительных компаний. Одна из Санкт-Петербурга, две из Москвы. Компании, у которых был опыт, был определенный конкурс предложений конкретно для Севастополя. И теперь мы совместно будем прорабатывать разные варианты развития города, потому что все равно вот эта экономическая проекция, она все равно оставляет возможность для некоторой вариативности. Можно объект построить там или там несколько в другой зоне, может быть еще добавить какие-то объекты. И самое важное, что по итогам вот этого процесса, который будет продолжаться около четырех месяцев, мы сначала получим три варианта, да, фактически концепции генерального плана. Потом будет проводиться мероприятие, которое должно будет позволить выбрать самое лучшее из всех трех вариантов и самое проработанное. И, соответственно, уже на основе этого сделать техническое задание, которое позволит генеральным план сделать, скажем так, максимально реалистичным и проработанным. В планах нет ничего, что могло бы нарушить исторический центр города? Ну, исторический центр города – это основная ценность. Да, и стратегия однозначно говорит о том, что город имеет уникальную особенность. Это прекрасную архитектуру, ту небольшую, но все-таки прекрасную набережную, которая есть у города. И однозначно стратегия говорит о том, что нужно разгружать центр от, скажем так, конфликтующих с качеством среды, с сохранением историко-культурного наследия функциями. Нужно проводить грамотную реконструкцию, нужно не допустить искажения облика центра новым строительством. Поэтому основные проекты по новому строительству, они все-таки находятся вне зоны центра, в зоне такой реконструкции, уже территории такой хаотичной промышленно-жилой застройки. Самое главное, что есть предложения, и они в концепции получат свое более конкретное описание по развитию публичных пешеходных набережных, по созданию общественных пространств, как раз интегрирующих зону центра с окружающими жилыми микрорайонами. Потому что сейчас у нас во многом есть такая барьерность. Есть центр, есть какая-то зона барьерной периферии, состоящая из хаотичной малоэтажной застройки, из естественно географических сформировавшихся оврагов и жилые многоэтажные микрорайоны на периферии. Вот эти зоны определенным образом нужно связать для того, чтобы создать у людей возможности пешком прогуливаться по городу, не просто в каких-то локальных зонах, а фактически идти от дома до моря, до набережной. И это, скажем так, константа, на основе которой будут работать все команды. То есть здесь можно быть уверенным, что никакого там сноса, никаких мегапроектов именно в центральной зоне не будет. Это не для того, чтобы открыть возможность, там очередной ящик пандоры, для того, чтобы там девелоперы могли очередные башни понастроить где-нибудь в самом центре города. Сколько времени на работу? Здесь важно отметить, что генеральный план документ технический, который должен проработать огромное количество нюансов. И понятно, что он не может быть разработан очень быстро. И здесь мы делим, что сначала сейчас разрабатывается концепция. Фактически ее результаты должны быть представлены уже в апреле этого года. Получается, что проект должен быть разработан примерно за три с половиной месяца. А в апреле уже будет иметься весь комплекс вот таких концептуальных проработок, который должен сделать более системной уже проработку генерального плана. И сам генеральный план – это все-таки примерно еще 6-7 месяцев, не меньше после апреля. Поэтому я думаю, что весь 2015 год как раз уйдет на то, чтобы перейти от идеологии и от стратегии к конкретным техническим проектам, которые родятся уже после генерального плана. Редактор субтитров А.Семкин